Возможность пожаловаться заместителю генпрокурора сегодня получили челнинцы, но в итоге многим из них пришлось роптать на самих же сотрудников прокуратуры. Далеко не все желающие смогли записаться на прием к Сергею Зайцеву по телефонам, которые прозвучали в СМИ накануне. Тем не менее, эти челнинцы все же решили прийти и попытаться пробиться к заму генпрокурора. Многие сетовали, что одного дня для приема граждан мало. Пришедшие бурно выражали свое возмущение, грозились, что не выпустят гостей из Москвы, если он их не выслушает. Ради этого готовы были даже ночевать в здании челнинской прокуратуры. Вчера проводилась запись в Казани. В Казани вот люди звонят, целый день звонят, никто не мог попасть. Человек попал, она ровно день потратила на то, чтобы записаться на сегодня. И сегодня выясняется, что записи там, где она записана, ее нет просто-напросто. Мы хотим только к Зайцеву. Мы доверяем только Российской Федерации, то есть Москве. Здешним чиновникам мы ни хрена не доверяем. Ни на грамм, ни на капельку. Понимая, что сопротивление бесполезно, сотрудники челнинской прокуратуры начали принимать меры, чтобы решить проблему. Они вынесли стулья челнинцам, ожидающим встречи с прокурором, и решили сформировать для них дополнительный список. Принимать этих горожан, как пообещали наши съемочные группы, будет помощник Сергея Зайцева Илья Иванов. Если мы стали бы формировать списки здесь, нас бы опять обвиняли в том, что мы заинтересованные лица, будем пропускать только тех, кого хотим. Так же, и поэтому списки единые. Все сегодня пройдут. Пусть не беспокоятся. Я уже несколько раз говорила. Продолжение следует...